Добрый вечер, мои дорогие подписчики! Добрый вечер, мальчики и девочки! Добрый вечер, все, кто случайно зашел на мой канал! Я всех-всех вас рада приветствовать на своем канале, где я худею сама с помощью интервального голодания и кето-диеты. Сейчас я хочу ответить сразу нашей новой подписчице Людмиле. Она присоединилась к моему каналу, очень рада, Людмила, видеть вас на своем канале и уверена, что все у нас получится, мы обязательно дойдем до своей цели, мы обязательно похудеем, поздоровеем и все у нас будет замечательно. Итак, Людмила, ну в общем, мы вчера с вами поговорили в личке и я поняла, что вы человек очень целеустремленный, человек, который дойдет до своей цели однозначно. Настрой у вас замечательный, что радует, что вы пьете 3 литра воды в день, это тоже очень хорошо и это вас не напрягает. Если нет отеков, вообще замечательно. Ну, сами знаете, как рассчитывать на килограмм, сколько нужно воды, поэтому у вас все как бы хорошо в этом плане. По поводу кето-диеты я поняла, что вы тоже читаете, очень много знаете про кето, и я вам посоветовала подключить интервальное голодание, потому что интервальное голодание вместе в связке с кето дает очень хорошие результаты, идет очень быстрое похудение, очень хорошо идет само интервальное голодание, и это очищение организма, и очень благотворное влияет. А в спаре с кето это будет просто замечательный результат. Поэтому, пожалуйста, я вам посоветовала перейти на режим 8-16. В 16 у вас окно голода и 8 часов приема пищи. И начинается у вас окно в 12.00, вы открываете дня прием пищи, и до 20.00, до 8 вечера. Вы спросили, сколько раз кушать. Самое главное, это вам нужно не перебирать скалораж, который я вам рассчитала дневной. Как вы будете в этот период кушать в эти 8 часов, решать вам. Но запомните, кушать надо тогда, когда хочется, а не когда надо. Возможно, будет в 2 раза вам достаточно, а возможно, будете в 3 раза. Я изначально, вот 3,5 месяца я была на 8-16 или 16-8, кому как нравится. У меня первый прием был 12 дня, второй 4 где-то дня, и последний где-то полвосьмого края. Вот так вот у меня было. Но это было недолго. Где-то уже через месяц я пропускала второй прием пищи, потому что я наедалась. Мне хватало двух раз. Но вы пока изначально, это самый комфортный режим 16-8, самый комфортный, самый удобный. Поэтому пока вы начинаете так, смотрите, подбирайте, что под вас, как и уже увидите, как вам будет более удобно 2 или 3 раза. Но пока вы переходите вот на такой режим питания. Пожалуйста, еще к вам такая вот рекомендация, 2 недели считайте свои калории. Считайте, пожалуйста, чтобы привыкнуть и уже набить руку, как говорится. Потому что бывает, что первые 2 недели либо не добирают от страха, как у меня было по углеводам, либо перебирают в белках, вот частая ошибка, а не добирают в жирах. И поэтому вот 2 недели, пожалуйста, посчитайте, потом вы привыкнете, вам будет уже легче и будет это делать интуитивно. Но 2 недели, пожалуйста, посчитайте свои калории внимательно, чтобы где-то не добрать или где-то перебрать. Считайте, пожалуйста. Пожалуйста, включайте малинку углеводов. Вы сказали, вы прямо отрезали там все сразу. Никаких углеводов. Это замечательно, что вы с этим можете справиться. Но у нас и так очень мало углеводов. Это всего 20 грамм в день. Поэтому иногда себя радуйте. Какой-то ягодкой. Ягодку нам можно. Сейчас пойдет ягоды очень много. Пожалуйста, включайте. Совсем себя не урезайте. Потому что те углеводы, которые мы можем взять в овощах, особенно в листовых, их вообще можно не учитывать, эти углеводы. Вообще, вот особенно в листовых. Поэтому, пожалуйста, аккуратненько на начальном пути, чтобы это вас как-то не сбило, не было срыва. И первые 2 недели считайте свои калории и первые 2 недели никаких тяжелых физических нагрузок. Пешком ходите, пожалуйста. Это очень хорошо. И если зарядочка простая, обычная зарядочка. 2 недели. Вот такой вот период должен быть у вас. Когда вы привыкнете и считать. И когда организм у вас будет уже адаптироваться и к кето, и к интервальному. Советы вот только такие для вас. Потому что у вас прекрасный настрой. Вы много понимаете. Вы уже много знаете, как я поняла из разговора про кето. Когда будут вопросы, они будут. Спрашивайте, не стесняйтесь. Отвечу. Вот я говорю всем моим подписчикам и гостям канала. Отвечу всем и всегда. Может быть с опозданием. Но отвечу всегда. Всем и всегда. И это просто мой опыт. Я с вами делюсь. И возможно, вот мой опыт, мои какие-то знания будут вам полезны. Конечно, это будет очень здорово. Но то, что мы похудеем, это однозначно. Я теперь знаю, что похудеть можно самой в любом возрасте, мои хорошие. Лишь бы была вот в силу воли. Плюс характер. Итак, Людмила. Вы перешли с сегодняшнего дня на интервальное голодание плюс кето. Поняли, да? Ваш режим 8-16 или 16-8. Как хотите. Кушайте так, как у вас получится. Два-три раза. Но кушайте тогда, когда вам захочется. А не пихайте через силу. Это не должно быть. Не делайте первые две недели никаких серьезных физических нагрузок. Ходите пешком. Обычная зарядочка. Будут вопросы, пишите. Отвечу. Всегда, моя хорошая. А сейчас я хочу рассказать о своем дне. Сегодня у меня суббота. А по субботам, как я вам говорила, у меня вторник, четверг. Суббота – это рыбные дни. Сегодня на завтрак у меня были фаршированные яйца. Мои любимые печень трески, про которые я вам тылдычу, тылдычу. Мои хорошие. Кушайте печень трески обязательно. Мало того, что там полезные жирные кислоты, омега-3. Там очень хорошо. Все витамины, которые находятся в печени трески, очень полезны нашему организму. Это наш опять холестерин страшный. Уровень плохого холестерина снижает печень трески. Очень полезно сердечникам. Пожалуйста, прислушайтесь к этому. У кого есть проблемы с аритмией, даже назначают врачи. Поэтому печень трески у людей с сердечными заболеваниями, сердечно-засудистыми, с нарушением ритма сердца. Включайте обязательно. Это замечательный продукт. Замечательный. Когда-то это был дефицит. Его достать по праздникам. Салаты сделали с нее. Сейчас это все доступно. Единственное, я вам говорю, повторяю, что смотрите, если сделано в море, это ваш продукт. Покупайте, есть еще какая-то, вот я в последнее время беру маленькие баночки, сландские, в Исландии делают из нашей продукции. Очень хорошие, качественные, высшие сорты. Вот смотрите на упаковочку, но пользуйтесь обязательно. Это очень полезный продукт. Это очень полезный продукт. Это очень полезный продукт. Кушать не хочется до сих пор. Ну, еще я порадовала себя вот такой вот вкусняшкой. Это у меня сыр, сыр-творог. Творог я покупаю очень редко. Ну, вот взяла хороший творог, вот такой, знаете, пластами 20-ти процентный. Ну, там 350 грамм. Скушать надо за 4 дня. Я разделила. И вот, чтобы как-то было повкуснее. Раньше, помните, делали сыреньки творожные с сахарком. Это вкусно. Но сейчас у меня не хуже. Я добавила сюда ежевики. Вот видите, да, ежевики. И съела вот такие две корзиночки. В общем, у меня 100 грамм. 100 грамм я съела творога с сыжевикой. Это было вкусно. И через полчаса я выпила свой любимый кофе с жирными сливками. Это был мой первый прием пищи. Фаршированные яйца печени трески с дуболистым салатом. Творожок с сыжевикой. И кружечка кофе. Вы понимаете, что это сытно и хватает очень даже надолго и достаточно. Что у меня будет на вечер? На вечер я посмотрела, у меня есть кусочек горбушки свежей. У меня оставался. Я ее часто покупаю. Хотела другую. Сегодня взять пошла, но не получилось. Вспомнила, что у меня есть горбушек. Пришла, сделала рубленую котлеточку. Ой, что вы думаете, я придумала? Я не знаю, потому что кто-то это делает. Но я вот так захотела. Я сделала голубцы с рыбой. И вот такой у меня голубец. Внутри у голубца. Голубец в капусте, конечно. Внутри у меня рыбка. Вот это вот у меня будет. Я специально такую мисочку маленькую сделала, чтобы было более понятно. У меня, значит, вот пекинская капустка. На ней лежит кусочек голубца. Голубец рыбы. С рыбкой. Не знаю, может кто делает. Может не удивлю. Ну, я вот так решила. И стручковая фасоль, укропчик. Потом я обязательно сбрызну маслечком оливковым. Возможно, даже белого. Мне почему-то хочется белого коншута сюда. Вот такой будет у меня ужин. И, конечно, моя любимая кружечка кофе с жирными сливочками. Итак, вот такой мой сегодня был рацион. На завтрак у меня были фаршированные яйца на дуболистом салате. И творожок с ижевикой. И кофе. А на ужин у меня будут голубец рыбный. Стрючковая фасоль. Пекинская капустка. И кофе. Вот мой такой дневной сегодня рацион. Я вам рассказала, показала. Итак, мои хорошие. Кому понравилось мое видео, ставим лайк. Ну, а кому не понравилось, ставим дизлайк. Но я все равно всех-всех вас жду на своем канале. Приходите, подписывайтесь. Я буду только рада. Не забывайте ставить лайки. Мне будет это очень-очень приятно. А пока, пока-пока.